Всем привет, дорогие друзья, с вами Gameplan, и первая игра на сегодня называется Герои Камелота. Давайте посмотрим на неё. Это карточная игра, и поэтому посмотрим сразу на колоду, которую я имею. Итак, у меня имеется вот такая вот колода, можно здесь менять карты, естественно. Также ещё две колоды будут доступны на пятом уровне и на десятом. Но давайте вернёмся назад, интереснее, наверное, будет посмотреть, что ещё можно делать. Мы можем улучшать также все наши карты, их усилять, развивать и также ещё и продавать. Естественно, эти карты можно ещё и покупать в магазине, но это мы сейчас смотреть не будем, а предлагаю посмотреть на то, как выполнена сама игра, как реализован в ней геймплей. Итак, нажмём задание, нам открывается вот такая вот карта, выбираем город, и нам здесь придётся сейчас сражаться в Терновом лесу. У нас, естественно, тратится энергия на бой, и давайте приступим, нажмём кнопочку «Изучить». Нам необходимо первоначально изучить вот этот вот лес, и постепенно в этом лесу нам могут попасться враги, которых нам придётся уже уничтожать. Сейчас вы их, наверное, увидите в ближайшем будущем. Нам необходимо изучить данный лес на 100%, даже нет, на 80% и бой уже начался. Мы будем сражаться с каким-то чёрным рыцарем. Всё сделано достаточно красиво, игра бесплатно доступна в Google Play Маркете. Если вы любите карточные игры, то вот, пожалуйста, можете её скачать и поиграть. Все карты автоматически сражаются, и всё зависит от того, какие карты вы выбрали, каких героев и какие у них способности имеются. У каждого героя имеются свои способности. Кто-то может подвечивать ваш отряд, кто-то может наносить наоборот сокрушительный урон вашему сопернику, поэтому нужно с умом подходить к выбранным картам, которые вы используете для боя. В принципе, неплохая карточная игра, кто любит, думаю, по-любому оценить. Вторая игра называется MotoGP 3D, и давайте посмотрим на этот вот такой мото-симулятор. Ну, наверное, это больше аркад, чем симулятор, но всё равно предлагаю зайти в управление, посмотреть, какие виды управления здесь есть. Есть сенсорное управление, то есть с помощью акселерометра и тач. Давайте выберем тач и попробуем проехать одну гоночку. Здесь есть два режима – карьера и быстрая гонка. Управление с помощью тача не совсем удобное, стрелочки как-то расположены дико непонятно почему-то, и иногда промахиваешься мимо них пальцем и не можешь повернуть, как я сейчас. В принципе, достаточно неплохой симулятор, если учесть то, что весит он вообще мало, практически ничего, и, наверное, пойдёт практически на любом устройстве. Конечно, вот, касаемо физики, анимации, игрушка не на высоте. Все болельщики здесь выполнены в виде просто заливки какой-то разноцветной и очень сильно напоминают какую-то черепицу, нежели людей, которые смотрят сейчас данный заезд. Но всё-таки это придирки, а кто любит мотоциклы и кто хочет погонять на них, скачивайте и можете вот так вот ещё убиваться об стену. Это тоже достаточно забавно и весело. Но управление в игре, по крайней мере, с помощью тача ужасно неудобное. Давненько у нас не было неоновых игр, и поэтому я предлагаю вам посмотреть на игру Super Crossfire HD. Нажмём Play, точнее, я вот сейчас зашёл не в Play, а куда-то мимо промахнулся. Выберем первую главу, нажмём Start, и сразу же приступим, чтобы вы сразу же смогли увидеть и оценить данную игру. Здесь мы можем прокачать определённые характеристики нашего вот этого непонятного космолёта. И теперь что нам необходимо делать? Нам необходимо вот так вот уничтожать всех вот этих вот врагов, которые у нас имеются. Также мы можем здесь ещё отправляться на верхнюю часть. Вот вы сейчас видите, я отправился наверх и нахожусь на верхней полосе. Иногда просто бывает так, что противник наш, точнее, вот эти вот непонятные его космические какие-то корабли, расположены так, что они снизу находятся под защитой, поэтому нам придётся их атаковать сверху. И поэтому мы можем вот так вот перемещаться между нижней и верхней строчкой. По графике, в принципе, игрушка неплохая, мне нравится, люблю неоновые игры, и особенно вот такие вот весёленькие аркадки, которые погружают меня в моё детство, когда я любил играть в Dendy, и там было целая куча таких вот игр, только, правда, они были восьмибитные и не такие яркие. И последняя игра на сегодня называется Deathmatch. Это игра на двоих, и давайте посмотрим, как в неё вам предстоит играть с вашими друзьями. У вас имеются полеры зелёные на две части, то есть одна часть для вас, другая часть для вашего друга. Как нам необходимо сражаться? Вообще игра первоначально похожа на аэрохоккей, и вообще я думал, что это аэрохоккей. Но нет, это совершенно другая игра. Итак, вот, допустим, мы играем за правого. Мы вот так вот можем перемещаться, уклоняться от атак нашего противника. А чтобы атаковать, необходимо тапать по нашей же половине экрана в том направлении, в котором вы хотите стрелять. Вот таким вот образом мы наносим удары по нашему сопернику. Но давайте постреляем и по нам, и попытаемся поворачиваться от пуль противников, которые он в нас запустил. Здесь также происходит перезарядка. И вот самое главное, нельзя путать области, на которых вы хотите стрелять. Вот, например, если я играю за этого, если я буду нажимать сюда, то будет стрелять наоборот мой противник, а не я. И я могу, в принципе, попасть наоборот в себя, а не то, что я бы хотел сделать изначально. Вот такая вот игрушка. Возможно, кому-то игра понравится. Вы захотите поиграть в неё со своими друзьями. Вы захотите побыть винером или назвать своего друга лузером. Что-то я сказал непонятное. Но да ладно, слишком сильно я сегодня устал. Всем большое спасибо за ваше внимание. С вами был GamePlan. Подписывайтесь на канал.